Короче, сегодня решил заснять видос, давай ничего не снимал. Вот, короче, работаю на электровелосипеде, уже нормально так. Вот, и вот сегодня видосик решил на эту тему сделать. Сейчас уже первая доставка, тоже из вилла, и работаю я у себя на районе. Для тех, кто не знает, то у курьеров специальный тариф у нас 1 минута 1 рубль стоит. Так мы и работаем. Так, ну короче, отдал первый заказ, только положил сумку около двери, как сразу мне выпадает следующий заказ из пятерочки. А нет, перекресток, вроде перекресток. Ну короче, пофиг, что-то из этого. Вот, сейчас справляюсь туда, и как раз на электросамокате я добираюсь везде очень быстро, что меня очень сильно радует. Ну вот, коэффициент 1,2. А вот Кусвилл, который я сейчас доставлял, коэффициент был 1,0. В последнее время очень грустные кэфы, очень грустные зоны, и в принципе очень мало доставок. Но приходится работать так. Другого варианта все равно нет. Все, буквально 2-3 минуты я забрал заказ и отправляюсь его отвозить уже. Короче, я не знаю, но минута, наверное, ушла, чтобы у меня сейчас добраться до клиента. Сейчас я им буду отдавать уже заказ. И если бы я это все делал пешком, то я бы что-то первый, наверное, завершил заказ. А сейчас уже второй заказик. Так, ну что, заказик готов. Пока новый не выпал, буду двигаться туда, где хотя бы чуть побольше кафешек и ресторанов будет. И я надеюсь, что там следующий заказ ставлю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Короче, я уже успел добраться до Семеновской, и у меня как раз выпадает заказ, коэффициентом 1 из аптеки. Всё, короче, забрал заказ, сейчас будем отправлять, всего отдавать, ехать 1 километр. Тут, короче, лестница, вот, надо было с другой стороны дома подъезжать. Ну, пофиг, оставил самокат наверху, сейчас иду вот в этот дом, прям в крайний подъезд сейчас отдавать. Короче, не успел отдать еще этот заказ, мне уже выпал следующий заказ. Что-то у меня сегодня все заказы в пятиэтажке, где вообще нету лифта. Ну, ладно, пофиг. Следующий заказ, если что, из KFC. Короче, пока ждал один заказ в KFC, в итоге у меня мультик. Сейчас буду мультик отвозить. Всё, первый из двух заказиков сделал, сейчас второй заказ повезу по не самой приятной. Дорога эта не самая приятная, потому что нужно будет сейчас пересечь набережную, чтобы отдать заказ. И там мост, ну, не для самоката. Вот там соскакивает, его тяжело там перевозить, вот. А длинной дорогой я тупо не успею по таймеру, по таймеру, вот. И, короче, буду сейчас вот так вот пытаться везти самокат. Всё, закончилось с мультизаказов. Пока что нового заказа у меня нету, но надеюсь, что довольно-таки быстро выпадет. Я считаю, что я нахожусь рядом с Вауманской, вот. Поэтому ресторанов, магазинов тут довольно-таки много. Короче, выполнил заказ из Азбуки Вкуса и везти его на Барагулю. Это ближе к Семёновской. Таким образом я перемещаюсь по локации. Ещё один мультик у меня за сегодня. Сейчас из Азбуки Вкуса буду его везти. И опять на адрес, на котором я уже был, когда отдавал первый заказ из KFC. Короче, всё, я на адресе. Забрал заказики. Правда, долго ждал. Ожидал, наверное, минут 15. Показы берут в Азбуки Вкуса. Вот. И уже здесь. На адресе отдаю первый заказ. Кстати, поехал другой дорогой и всё равно успел. Что вот в мультике из KFC, что здесь мне очень нравится, что я сперва избавляюсь от тех заказов, которые либо тяжёлые, которые либо с водой. Как это было с KFC, там было два стакана. И мне было выгодно их сразу слить. Какая-то странная ситуация сейчас случилась. Клиентка. Ой, думаю, звонок не отвечал, дверь не открывала. Я позвонил. Там её плохо слышно. Она говорит, оставьте у двери, не делайте так больше. И потом резко сбрасывает. Вообще не понял ничего. Ну, я, короче, у двери оставил. Я так понял, надо оставить было. Вот. Ну, на всякий случай, сфотографировал. Потому что какая-то странная фигня. Ну, хотя там около её двери стоял пакет из Яндекс.Лавки. Поэтому, видимо, она не указывает, что нужно оставить у двери. Потом, типа, говорит, не делайте так. Сейчас последний заказ отвозить буду на Боровую улицу. Если ничего не выпадет, то уже, наверное, пойду на Семёновскую. Не хочу возвращаться, тратить время на Бауманку. Чтоб меня потом опять сюда выкинуло. Короче, ну, вы нафиг. Буду стараться работать около своего района и около своего метро. Плюс ещё один готовый заказ. И теперь буду двигаться в сторону Семёновской. Пришёл, короче, заказ. Сейчас из Теремка. С коэффициентом 1. Отвозить его на Мироновскую надо. Сейчас сижу, жду, когда его приготовят. Потом пойду заберу уже. Всё, короче, приехал на адрес. Сейчас буду готовить заказ. Не сразу нашёл, куда заходить. Тут столько дверей. Хотя написано вторая белая. Но я всегда тупой и искал вторую белую дверь. Всё, вручил заказ. И теперь, наверное, опять к Семёновской поеду. Буду там искать заказ. Новый заказик. Кранкельборгерс. Семёновская. Вот. И как раз ехать с второго дома. На треображение. Всё, я забрал заказ. Сейчас буду его отвозить. Приехал я, короче, к очередному клиенту. Префектура Восточного округа. Сейчас одна про Кранкельборгерс. И поеду всё-таки вот прям вглубь своего района. И буду ловить, наверное, заказы там. Я вот хотел к себе сейчас в район. Ехать вглубь. В итоге всё получилось ещё лучше. Короче, у меня получается заказ из Тануки. И везти его прям вот как раз-таки вглубь своего района. Те я, скорее всего, и проезжал бы, когда искал заказы. Так что, получается, возвращаюсь к себе на район за деньги. Посидел, отдохнул, подзарядил телефон. И сейчас забрал заказ. Можно ехать его отвозить. Ну, как я и сказал, там прям вот вглубь района. Туда, где я всё знаю. Вот, поэтому я доволен этим заказом. Короче, за эти дни я уже вспомнил максимально, как гонять прям на самокате. Вот, короче, я уже спокойно приезжаю к клиенту. У меня остается там по 3-5 минут. Короче, прям вообще чётко. Но сейчас уже последний заказ от Нью. И еду домой. Потому что потом надо к малому в поликлинику ехать.